Однажды человек пришел к известному мудрецу и спросил, я хочу знать, учитель, сколько друзей должно быть у человека. Я слышал поговорку, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Но мне кажется, если я буду стремиться искать себе много друзей, то это будет как-то искусственно выглядеть. Тем более, не всегда сразу разберешь, что за человек перед тобой, и есть ли у него способность на настоящую дружбу. Да и за себя я не всегда могу отвечать. Я дам тебе ответ, сказал учитель. Вернее, ты сам получишь его. Видишь, вон ту высокую яблоню. Это одна из самых высоких яблонь в мире. Подойди и сорви для меня яблоко с самого верха. Задрав голову и увидев в вышине освещенные солнцем яблоки, человек ответил. Но учитель, это на самом деле очень высокая яблоня. Как же я могу достать этот плод? А ты позови друга, и вы вместе достанете этот плод, ответил мудрец. Человек позвал своего знакомого. Встал ему на плечи, но был все еще далек от макушки дерева. Нет, ничего не получается, пробормотал огорченный ищущий. А что, разве у тебя больше нет друзей? Улыбнулся учитель. Человек созвал еще своих нескольких друзей. Они сопели, напрягались, взбирались на плечи друг к другу, строили живые пирамиды, тянулись вверх. Но вся конструкция разрушалась, люди падали, и так и не получалось добраться до самого верха. Понаблюдав за всем этим, мудрец позвал к себе человека и молвил. Теперь ты понял, сколько человеку нужно настоящих друзей? Да, мастер, я понял, ответил человек, потирая ушибленное колено. Их нужно много, чтобы мы сообща могли решить любую проблему. Учитель печально покачал головой. Видимо, это так. Нужно много действительно людей. Или всего один разумный человек, которому пришла бы на ум светлая мысль принести лестницу?